всем привет привет и я продолжаю рассказывать о глине которую я добываю в наших краях на берегу черного моря называется южный берег единичка так это уже створяется в пасту я специально в одну тарелочку положила маленькие кусочки потолще кусочки и потоньше мы сейчас будем сюда заливать немного воды чтобы вы видели как она растворяется маленький кусочками быстрее конечно же растворяется будет и конечно же положила в глубокую вот такой большой кусочек бывает еще больше она будет подольше растворяться растворяю южный берег я здесь немножко болеют растворяю южный берег в горячей воде в кипятке грубо говоря если вы планируете ее наносить на лицо делать из нее маски так как это голубая глина то растворять такую глину нужно в холодной воде ну не то что в холодной комнатной температуры чтоб не пропадали ее свойства как вот замачивают ее в комнатной температуры воды и так заливаем так погружаем это погрузим и сюда чуть-чуть воды вот так чтоб вам было понятно и видно и нет уже время сейчас на часах 12 дня тут видно уже до отходит уже паста сверху она сразу моментально начинает выделять пасту вот она прям сверху и позже я вам буду показывать как она себя впитывает воду и процессе изготовления пасты меняется свою структуру и так придется начать заново свой эксперимент потому что я вам не смогу показать как она растворяется почему это кусочки из последней добычи которая была недавно дней пять назад вот глинка не просохла она внутри еще влажная поэтому она раскалывается не растворяется раскалывается и уже хорошо просушить чтобы увидеть весь процесс становления в пасту кстати прикольно когда недосушную так может погрузим вот любом случае на сушится очень долго это кажется что внутри она просохла но нет наверно наверно на недельки две-три чтобы она просохла значит что мы делаем мы делаем заново я взяла кусочки такие же маленькие побольше потолще и один большой кусочек это с весенней партии я весной когда ездила она естественно сухая и наладить эту вода облачь и нож начинает растворяться потихонечку так вот мы сейчас еще раз зальем все вот тут тоже видно ведь сразу пасту дает тут много воды осталось так вот пусть возьмем кипяточек и начнем заново еще раз повторюсь эта партия у меня которую я добывала весной то есть на хорошо просушена и вам будет видно как все таки она растворяется в пасту все то же самое делаем главное что блин а вся просохла даже внутри чтобы было сухо так и этот заливаем вот так вот все оставляем на время мы будем наблюдать победила сильнее прям покрылась сразу налетом и вот тут тоже все покрылась ведь сразу паста пошла будем смотреть наблюдать будет смотрите как интересно видите о чем я говорю когда она просохнет она начинает превращаются в пасту и вот вот эти вот красивые пупырышки да и так ее ранее называла на добыче это драконий камень и его еще в древности называли он начинает слой за слоем меня сразу смотрите какая красота слой за слоем снимать свою так сказать шкуру такие красивые слои вау просто глинка это хорошо просушена поэтому она быстро будет растворяться и вот тут тоже вот знаете понеслась растворяться обязательно потом покажу вам ее чешую так сказать я сюда побольше поменьше кусочки положил чтобы было видно вау просто просто вау и так что мы видим когда мы добавляем мало воды длина и впитывает не до конца конечно растворилась потому что воды мало вот все пасты сверху все водичка впиталась сколько получилось только на и растворила маленький кусочек кусочки которые не растворились и не остались естественно твердыми такими кусочками я вам показываю если добавить немного воды самый большой кусочек вот так сюда вот ему не хватило воды и он остался практически не растворен получилось густая вот такая вот сметанка кажется паста может добавить воды и до растворять и когда мы добавили много воды это вот здесь видите какая горка получилось полностью паста растворились полностью паста растворились полностью паста растворилась получается вот такая масса все ну то есть нужно контролировать воду смотреть следить за ней я столько много с ней экспериментировала где-то больше воды где-то меньше смотря что хотите этого сделать ну тоже видите кусочек не до растворялся то есть такая вода у нас получилась масса и вот такая вот хотел вам поближе показать слои видите как правда похоже на чешуи у дракона красиво завораживает что буду делать дальше буду растворять ее добавлю сейчас еще воды и вот тут тоже видно кстати слои сейчас я помыла покажу вот смотрите здесь покрупнее видно красиво класс вот это кстати кремний спрятался видите тёмненько попадает все же кремний вот не крути под слоями очень интересно растворяется давайте вот чешуйки я их назвала драконий класс так я все-таки продолжу эксперимент добавлю сюда воды побольше чтобы до растворялась сюда воды что тоже до растворялась и сюда чуть-чуть просто немножко растворилась и будем смотреть все-таки весь можно возможно довести ее до однообразной массы жирный блин это так получалось ранее давно не делала вот не помню какое соотношение на запоминать добавили а то знаете на бывает короче с одного раза раствориться а дальше вообще не хочет мы будем пробовать час все в одну массу сделать так мы продолжаем свой эксперимент вот что я положила кусочек только тоже бреда растворяться вот нить практически практически все равно уже не так первый раз все она намокла бошна растворяться не будут ее теперь нужно высушить и заново залить вот такой вот интересный у нее есть каприз так поэтому поэтому это надо вытаскивать и сушить захват потом заливать тут у нас вода растворилась видите тоже все кусочки маленькие превратились пасту воды много вот получается соединить и вот тут смотрите какая там жирная училась внутри все равно не то что я хотела вот если на день постоит два день два на пол загустеет чуть-чуть вот такие дела эти дальше не пошли кусочки те растворяться не захотели глина сама по себе такая еще капризная еще приготовить уже правильно так получается мы эту машину все будем складывать в одно тарло то есть вот такие вот толстые куски большие вот они разваляются вот единожды грубо говоря когда заливаешь воду потом они уже не дают пасту так как влажные вот что самое интересное теперь нужно ее просушить обратно и обратно залить водой я все думала почему вот я привожу домой да она вроде сухая а вроде как бы внутри получается нет я не могла ее растворить пока полностью не просушила вот значит и ответ на мои вопросы но красиво как видите интересно я южный период добываю уже четыре года за четыре года я все вроде как думала не знаю кажется нет вот так вот девочки знаете пасту лучше делать из маленьких кусочков из больших кусочков она очень много растворяется и нужно время то есть этот кусок уже не растворить даже и сейчас его кипятком залил его нужно высушить смотрите прошло шесть часов вот паста загустила густая ну что могу сказать еще раз повторюсь нужно потихонечку заливать малым количеством воды и также не переборщить с количеством глины потому что глина впитывает воду и бывает что она не хватает и воды и кусочек не растворяется вот как я ранее сказал а потом она тяжело растворяется пока мокрая да есть кусочки остались нужно его слушать и данного и и растворять вот такая красота получилась здесь конечно кусочки есть миленькие очень вкусно сочетать ее с основной и в печеньках и так я люблю а так конечно кому как люди вообще пасту не любят аж ложка стоит всем спасибо и пока пока